Мы заехали в гости коллекционеру. Я говорил, да, что считается в Индонезии у каждого мужчины должны быть птицы, бойцовские куры, ну петухи, которые дерутся между собой, и должен быть крис обязательно. А раньше еще должен был быть конь. Ну вот у него около 400 крисов. А, у него он и копья есть. И он уже показывал, как фехтовать правильно, я уже ему показывал, как у нас фехтуют. Вот он собирает антикварное оружие, и разное по качеству, по цене, и умеет им даже пользоваться. Вот копья, кстати, похожи вполне на настоящие. Но тут видите, тут же все это сохранилось буквально там 100-150 лет назад еще пользовались. Вот, кстати, древка правильная. Толщиной чуть тоньше пальца. Так должно быть. А то в фильмах делают древкие, как это, как у швабры ручка толщиной. Найс. Так, сейчас вам немножко покажу. Вот, иванские крисы сейчас дальше будут, но мы же сейчас не на Яве, да? Это вот такой, получается, длинный нож. Местный. Племена до Яйти их использовали. Такая ручка резная. А здесь прилеплена монетка, которая давала удачу в войне или в сражении, как талисман. И вот у него тоже такой дамаск, но он так называемый дикий дамаск. И здесь инкрустация медь и латунь. Он заточенный. И вот он сказал, что вот эти вот закорючки, это для духов. Но тут, видите, как бы у нас сложности перевода, поэтому подробнее ничего не могу сказать. Но, кстати, штука очень удобная. И она прям вот правильного размера, как нужно для войны. Так, это у нас тоже местный. Кстати, вот они прям удобные такие, тисачки. У них ручки очень удобные под мою руку. Его даже вот, если руку расслабить, он так легко не выпадет. И вот. Это очень старый клинок, по его словам. Он уже, видите, такой сильно ржавчиной изъеденный. У них все делается из дамаска. Обязательно, типа, если не дамаск, то это вообще не железо, в принципе. Железной руды тут всегда было очень много. А дамаск раньше использовали. Почему? Он, во-первых, красивый. А во-вторых, за неимением стали. То есть, не умели делать сталь хорошую. Поэтому, чтобы хоть как-то железо сделать более прочным, делали вот такие штуки. Так, это они сказали, что сделали яванцы, но на сулавесе. То есть, как бы, стиль яванский, но сделано здесь, на этом острове. Вообще, здесь на всех островах стили ножей традиционных отличаются. И даже в разных частях острова они тоже отличаются. Вот. Ручка часто и знаю, здесь попроще. Ну, вот такая пистолетная ручка, вот как у пистолета, да, это, как правило, Ява. И вот у них с изгибом лезвие, немножко проживевшее. Но тоже, видите, обязательно дамаск. Тут очень важно все. Количество изгибов. Кончик прямой, непрямой. Вот это вот место, вот это, да, вот эти все зазубринки, сколько их штук. Потом вот эта вот зазубринка очень важна. Но это прям отдельная наука, называется крисология. Это все надо будет изучать и снимать отдельное видео по этому поводу. Следующий у нас крис. Это прям яванский, но тут ручка, видите, не совсем традиционная. Какие-то узоры на ней. Причем интересно, что они уже давно мусульмане, но... Именно вот в ножах они используют индуистские символы. Это у нас нога. Вот она извивается, да. Здесь чеканка золотом. Вот ее хвостик. Вот она извивается, извивается. И вот у нее... Голова. Вот эти все штуки зазубринки магические. Все сохраняется, остается. Тоже все это со смыслом. Но вот он такой. То есть тоже длина довольно удобная. Это у нас калимантан. То есть это не ява, да. Довольно старый нож. Ручка украшена бриллиантами. Бриллианты еще такой дореволюционной, скажем так, огранки. Раньше гранили именно так. То есть как попало. Многие, видите, выпали, но все равно вещи очень дорого стоят. Лезвие тоже уже обветшавшее. Сейчас покажем вам. Вот я буду аккуратненько вытягивать, чтобы ничего не сломать. Вот здесь тоже так называемый дикий дамаск. То есть неупорядоченный какой-то рисунок, да. Вот. Слои металла видно. Вот он, например, ровный или с изгибами. Это все имеет значение. Я уже говорил, что количество изгибов тоже имеет значение. Но это был когда-то очень дорогой нож. Это у нас калимантан. Причем смотрите, он говорит, что этому ножу 500 лет. Здесь слои практически уже рассыпались, да. То есть он разошелся на слои. И тут видно, что вот один кусочек был отломан, и его склеили. Если учесть, что он ничего не продает, он только покупает. И он не видит нас, покупателей. Ну, возможно, он не обманывает. И ему действительно 500 лет. Вот он говорит, что это 15 век. То есть 500 с лишним лет, да. Ну вот. Я считаю, что очень хорошее увлечение. Разделяю прям полностью. Я сам коллекции собирал. Ну, собственно, я и собираю коллекции. Следующий нож, довольно интересный. Это Ява. Они его называют, типа как, нож Будды. Спрашиваю, почему Будды? Ну, во-первых, вот эта форма, она похожа... То есть он сужается, потом к концу расширяется, опять сужается, да. Она похожа на римский гладиус. Я вот давно обратил внимание. Когда в храмах делают роспись, моменты жизни Будды, там все дворяне вооружены именно вот такими мечами. В первую очередь, это у них луки, потом мечи. Они говорят, что вот здесь, где выемка вот этого, вот это. Здесь был лик Будды, но он потом был утерян. Нож очень старый, ему больше 500 лет. Вот эти зазубринки, опять же, все имеют какое-то значение. Ручка у него антикварная. Резная. Я знаю, что это героиня иванского эпоса. У них есть театр теней. Это знаете кто? С таким носом, с пузом некрасивым. Сутуэ, некрасивая тетя. Это теща. Это у них в эпосе вот так изображает тещу. Которая сварливая, очень много сплетничает. Так, вот тоже старый клинок. Он говорит, что ему больше 500 лет. И что это по сути не нож, а это мулет волшебный, магический. Потому что его ковали волшебные кузнецы. Ручка новая, ясное дело, да? Его ковали кузнецы-шаманы. Здесь есть именно кузнецы, которые шаманы, не просто кузнецы. Но вообще кузнецов всегда наделяли какой-то волшебной силой. И в русских сказках тоже кузнецы особенные, да? Ну вот, такой нож тоже. Прям он, это прям фольга уже. То есть, с ним нужно очень аккуратно обращаться. Стоит он очень дорого. Следующий ножик. Он говорит, что это было, типа, как второе оружие воина. Ну вот, после Криса или меча, или копья. Ну, типа, ножик, который всегда при тебе. Почему такая форма странная? Он говорит, что философия этого ножа. То есть, у них есть, у каждого ножа своя философия. Это беременная женщина. Потому что вот у нее живот. Ну, как бы здесь получается, что он в форме впадины, да? А это количество месяцев ее беременности. То есть, это женщины, которые беременны на шестом месяце. Почему так? Они не могут, опять же, объяснить. Да, потому что у нас проблемы с переводом. И с фокусом тоже проблемы есть сейчас небольшие. И, в общем, такие вот, о, такие странные тоже ножи. Говорят, что ему примерно 300 лет, этому ножичку. Ручка здесь родная, своя. Так, это более такой современный, свеженький, да, ножичек. Но мне интересны здесь детали. Вот, во-первых, это у нас дракон. Вот у него пасть сейчас на меня смотрит, да? И сейчас посмотрим сам ножичек. Чик. Вот такая форма. Тоже более удобная, как раз, чем извилистый криз. Он прям очень хорошо в руке сидит. И здесь гаруда. Видите, мусульмане используют индуистские символы, по сути, которые у них в запрещенке находятся. Угороды во рту. Драгоценные камешки. Один отвалился. Два осталось. Так, еще один криз. Вот у них часто очень ножи являются произведением искусства. Вот такие колечки с камешками. Но он сказал, что это не бриллианты. И знаю, ручка. Там тоже у нас какое-то животное, да, изображено. Вот я вижу. На чужого похожа вообще, кстати. Вот накладки на ножны. С растительным узором. И сейчас сам ножичек посмотрим. Кстати, вот эта штука, вот эта вот, вот эта. Это, чтобы за поясом удобно было носить. То есть она из-за пояса не выпадает. И вот. Довольно красивый клинок старый. Тоже с дамаском. Ну, вот он, в принципе, тоже удобной длины. Вот так им. Чу-чу-чу. Смысл какой вот у этого поминеющего ножа, да, то есть форма? Лезвия разведены, как у пилы. И когда ты втыкаешь, потом вынимаешь, происходит нарезка, как бы, товара. Ну, путем шинкования, да, скажем так. То есть, ну, эффект пилы происходит. То есть рана получается рваная. Таким образом, она намного дольше заживает или не заживает вообще. Спасибо. Спасибо.